Встреча по-тульски с пряниками и песнями под гармонь. На пять дней оружейная столица превратилась в столицу студенческую. Самолетами, поездами, автобусами. Из 85 регионов в Тулу приехали около 3000 юношей и девушек. Все они лауреаты и призеры региональных творческих конкурсов. Мы представляем республику Мариэл. Мы выехали вчера, добрались сегодня очень успешно. Тула встретила нас просто на ура, нам все нравится. Готовы мы по максимуму, готовы порвать. На фестивале студентам предстоит выступить в семи номинациях. Журналистика, цирк, оригинальный жанр и другие направления. Студенты из Удмуртии на сцене драмтеатра делают прогон региональной программы. Это визитка каждой делегации, в ней участвуют все члены сборной. В прошлом году Удмуртия в этой номинации заняла третье место. В этом году надеются на гран-при. Идеи есть, но каждый у нас по-своему ее понимает. Лично я понимаю, что ничего у людей не получится, у человека конкретно, который хочет чего-то добиться, без поддержки, без веры в него. Ну и, соответственно, без особого желания. Фестиваль проходит в юбилейный 25-й раз. Впервые его принимает город Центрального федерального округа. Ожидая своей очереди для выхода на сцену и репетиции, студенты из Иванова времени не теряют. Знакомятся с городом, делают селфи, развлекают прохожих. Творческими площадками стали залы дворянского собрания и филармонии, стадион «Арсенал», театр драмы и юного зрителя, ну и, конечно же, Тульский Кремль. В первый день фестиваля на его территории организовали около десятка интерактивных площадок. Здесь можно и пряник своими руками сделать, и филимоновскую игрушку расписать. Так гости могут лучше познакомиться с культурой и историей Тульского края. С Тулой познакомились вообще везде, во всех смыслах, со всем на свете, с пряником, с дорогами, с людьми, со всем-совсем. Мне кажется, что вам? Мне понравилось. Мне нравится. Знаете, даже в некоторых местах лучше, чем наш город. Пока одни готовят пряники, другие участвуют в мастер-классе, который устроили тульские футболисты. После него главный вопрос у студентов – когда пройдет ближайшая игра «Арсенала» и где купить билеты? Для них это мне показалось даже очень интересно. Я, честно говоря, такого не ожидал, их азарта, с каким они азартом выполняли упражнения, с каким азартом они бегали эти эстафеты с мячами, конечно, и с каким азартом они играют в футбол. Студенты из Пскова решили совместить отдых с выполнением творческого задания. В номинации «Журналистика» они выступают первый раз. Пока у нас есть возможность в свободное времечко, мы быстренько собираем синхрончики и видосики для нашего ТВ студенческого. Очень страшно, но очень интересно. Это большой опыт. Оценивать выступления конкурсантов будет профессиональное жюри. Народные артисты России, звезды эстрады и кино, среди которых Егор Дружинин, Эдгар Запашный, Александр Паль и Сергей Безруков. Закрытие фестиваля состоится 19 мая в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Максим Черепанов, Вадим Рыженков, Первый Тульский.